приветствую вас друзья с вами помазан олег и сегодня будет очередной обзор по проекту джубик мы вчера 8 декабря успешно стартовали и проект начинает набирать обороты поэтому сейчас я вам расскажу и покажу как работают все функции сайта после старта то есть как просматривать свою структуру покупать новые дополнительные места то есть клонов расскажу о расстановке и многом другом если кто-то не успел на предстарт проекта то не переживайте сейчас самое время регистрироваться и принимать участие в нем так как скоро будет запущена новая бомбическая функция которая поможет абсолютно всем быстро и стабильно закрываться и при этом получать прибыль и так я перехожу в личный кабинет на сегодняшний день я заработал почти 5000 рублей 310 рублей я выводил еще на предстарте это были реферальные начисления но сейчас давайте рассмотрим все по порядку а далее я сделаю вывод денег из проекта на свой кошелек вывод из проекта instant то есть моментальный и проект работает с платежной системой паер во-первых с маркетингом вы можете ознакомиться посмотрев данный видеоролик также перейдя в раздел маркетинг вы можете посмотреть его схематически и с пояснениями далее в проекте всего три тарифных планов каждом из которых по четыре стола переходим в первую площадку g50 здесь после регистрации вы можете активировать первое свое место которое вы увидите чуть ниже в первом столе далее вы можете покупать дополнительные места в первый стол которые будут становиться именно в вашу личную структуру при каждой покупке места 5 рублей идет вашему спонсору по чьей ссылке вы зарегистрировались еще пять рублей идет проекту а сама место в первый стол стоит 40 рублей и так первый стол двухместный то есть под вами как только закроется первое место вы получите 40 рублей на вывод при закрытии второго места у вас происходит переход во второй стол далее когда по вашей ссылке будут регистрироваться рефералы и активировать места в первом столе то эти ваши личники пойдут уже ниже по вашей личной структуре занимая первое свободное место сверху вниз и слева направо также и дополнительно купленные места будут становиться именно вашу личную структуру когда ваши личники или клоны будут закрываться в первом столе и переходить во второй стол то они будут искать именно в вашу структуру второй стол четырехместный если здесь будут свободные места то станут именно сюда но если свободных мест уже нет и стол у вас 2 закрыт то они пойдут ниже по вашей личной структуре становясь там в первое же свободное место и так давайте сейчас куплю клона и при просмотре структуры заодно и посмотрим куда он стал он должен стать именно в мою личную структуру нажимаю купить клона система пишет ожидает активации. Перезагрузите страницу. Далее нажмите на кнопку «Посмотреть структуру». На всплывающем окне вы увидите первое свое основное место, а также вот эти два закрытых места. Нажимая на каждое из них, вы можете вниз просматривать всю свою личную структуру. Также можно посмотреть структуру и вверх, вплоть до самого админа. Перед тем, как я начну просматривать свою структуру, хочу в этом видео оказать помощь тем, у кого при нажатии «Посмотреть структуру» реферальное дерево не открывается. То есть вы только видите пустую белую полоску с кнопкой «Закрыть». Для того, чтобы у вас корректно все отображалось, перейдите в настройки браузера. Сейчас я буду все это показывать относительно браузера Chrome. Но если у вас другие браузеры, то в принципе все аналогично. Итак, для начала нужно почистить кэш. Заходим в настройки браузера и нажимаем «Очистить историю». Здесь у вас должно быть установлено за все время. Далее должны стоять галочки именно вот в этих разделах. Если у вас стоит галочка «Почистить файлы куки», то имейте в виду, при такой очистке, вы разлогинитесь со всех сайтов. И после этого в каждом сайте при заходе придется вводить заново свой логин и пароль. Поэтому, если вам это не надо, просто уберите галочку. По умолчанию она здесь будет стоять. Итак, нам сейчас главное почистить кэш. Нажимаем «Удалить данные». После очистки кэша перейдите обратно на сайт и обновите страницу. Если это не помогло, то в строке браузера нажмите на «Замочек». Далее нажмите «Настройки сайтов». И здесь найдите раздел «Всплывающие окна». По умолчанию здесь стоит «Блокировать по умолчанию». Попробуйте выбрать раздел «Разрешить». После этого перейдите на сайт и нажмите кнопку «Перезагрузить браузер». Если и это не помогло, то перейдите в меню браузера, выберите «Дополнительные инструменты» и левее «Расширение». Здесь отключите все свои расширения. И имейте в виду, в основном такая проблема заключается тогда, когда у вас установлено расширение для блокировки рекламы. Если такое расширение у вас есть, то желательно его не просто отключить, а надо удалить. Но также могут на это влиять и другие расширения. Поэтому либо по одному отключайте и проверяйте на сайте, появилась ли у вас структура, и таким образом вы вычислите, какое расширение влияет на это. Либо просто все пока отключите, если вам некогда разбираться и нужно срочно посмотреть структуру. Если и данное действие не помогло, то найдите свои антивирусные программы на компьютере и временно отключите их. Если у вас установлено несколько антивирусных программ, то тогда происходит конфликт системы. В компьютере должна быть установлена только одна антивирусная программа. В Windows 10 я рекомендую все антивирусные программы удалить и оставить только родной защитник Windows. Так вот, временно отключите антивирусную программу, далее закройте браузер и заново его запустите. После этого перейдите на сайт и еще раз проверьте видимость структуры. Если и отключение антивирусной программы вам не помогло, то на моих личных страницах в социальных сетях, а также на канале YouTube, в каждом ролике или посте есть описание, где вы можете найти, во-первых, мои личные контакты, где сразу хочу сказать, если нужна вам какая-то помощь от меня, то желательно обращайтесь в Skype, чтобы по демонстрации экрана я быстрее вам мог помочь, потому что мне нужно видеть, что вы делаете на компьютере и вообще оценить состояние вашего компьютера. Итак, в описании есть ссылка на пост, где чуть ниже вы найдете утилиту для очистки компьютера, скачайте ее и запустите на своем компьютере. Она быстро очистит ваш компьютер от всех вредоносных программ, а также программ шпионов. Далее после очистки нажмете там кнопку, у вас перезагрузится компьютер и после этого опять зайдите на сайт и проверьте видимость структуры. Итак, если все вышеперечисленные действия вам не помогли, то обращайтесь ко мне в личку, я помогу, но желательно в Skype. Итак, я начинаю просматривать свою структуру в первом столе тарифа G50. Нажимаю на первое левое место и вижу, что у меня открывается его структура, где у него также закрыто два места. Нажимаю на его левое место и структура открывается еще ниже. Далее возвращаюсь назад и открываю правое место этого логина и просматриваю его структуру. Далее возвращаюсь назад, еще раз назад и также теперь могу просмотреть и правое свое закрытое место. Нажимаю на него, ну и здесь также все по порядку. Например, начинать с первого левого места, открывается структура ниже дальше вниз открывайте возвращайтесь назад потом правую ногу открывайте далее опять назад опять нажимаете на левую ногу и начинать теперь здесь ниже просматривать структуру по сути вы можете просматривать структуру до бесконечности пока у вас в ней есть закрытые места например сначала просматривайте левую ногу вниз до конца а потом можете просматривать и правую ногу и таким образом вы можете просмотреть всю свою структуру и посмотреть кто под кем встал напоминаю все ваши вновь купленные клоны а также ваши личники становится именно вашу личную структуру занимая там первое свободное место сверху вниз и слева направо ранее показывал что я купил нового клона и его место у меня появилось чуть ниже нажимаю на него и чуть ниже в первом столе нажимая посмотреть структуру здесь вы видите айди своего клона нажимаете назад и таким образом видите под кого ваш клон встал и чтобы проверить что это именно ваша личная структура вы нажимая кнопку назад должны дойти до вашего главного основного места если так это произойдет то значит ваш клон стоит вашей личной структуре и так я нажимаю назад чтобы дойти до основного своего места дальше 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 я даже перескочил и дошел до самого админа но факт том что я убедился что мое место стоит именно в моей ветке именно в моей личной структуре именно так всегда проще. Нажимая на ID своего клона и далее посмотреть структуру, найти под кем ваше место встало и убедиться в том, что ваш клон стоит именно в вашей личной структуре, нажав на стрелку назад и дойдя до основного вашего места. Далее. Клоны в тарифах покупаются только в первый стол и когда в первом столе ваши клоны или ваши личники закрываются, они переходя во второй стол ищут именно вашу личную структуру, где при нажатии посмотреть структуру вы можете также посмотреть, опускаясь вниз по структуре и найти ваш клон или вашего личника. Хочу дать такой совет, например, если у вас структура большая и вы хотите убедиться в том, что ваш личник встал именно в вашу структуру, то обратитесь к нему, чтобы он посмотрел свою структуру. Таким образом, например, во втором столе он нажмет посмотреть структуру и далее по стрелочке назад он должен будет дойти до вашего логина и если так произошло, то значит он именно в вашей структуре. Ну а насчет своих клонов я уже показывал, что лучше всего проверить так, нажать на ID вашего клона и далее нажмите посмотреть структуру. Данный клон у меня еще в первом столе не закрылся, когда он закроется, то перейдет во второй стол, где также появится кнопка посмотреть структуру. Таким образом, нажимая кнопку посмотреть структуру, вы в каждом столе можете быстро проконтролировать, куда встал ваш клон и находится ли он в вашей личной структуре, нажимая на стрелку назад, доходя до своего логина. Далее, все действия и просмотра структуры во всех площадках аналогичен. Имейте в виду, если в вашей структуре в столе появился перелив, а перелив у нас идут от всех вышестоящих над вами, то когда у вас в столе ниже по структуре будет закрываться этот перелив, то он, переходя в следующий стол, будет искать структуру спонсора и становиться там в первое свободное место. Ну а если у вас в структуре ваш личник или ваш клон, то когда он будет закрываться и переходить в следующий стол, он будет искать именно вашу личную структуру. и так подведем итог система сейчас работает корректно и сбоев никаких нет а статистику по рефералам вы можете посмотреть в разделе рефералы здесь вы также можете видеть в каких они площадках и сколько у них рефералов ну и также у каждого есть почты на которые вы можете написать и начать общение с вашим личным рефералом но сейчас я продемонстрирую вывод денег на свой кошелек нажимаю вывести здесь вы кстати можете наблюдать свои финансовые операции далее снова нажимаю вывести прописываю сумму кошелек у меня уже сохранен и сменить его можно по желанию только через обращение к админу далее нажимаю вывести выплата в обработке обновляю страницу и как видите статус успешно деньги переведены на мой кошелек паер перехожу в свой кошелек нажимаем история далее айди операции и здесь я вижу что четыре тысячи триста восемьдесят три рубля я получил с проекта джубик так что друзья проект платит и набирает обороты но я приглашаю всех принять участие в нашем проекте желаю всем больших чеков с вами был олег пока